добрый день всем дамы и господа и большое спасибо за то что предоставили мне возможность поучаствовать в этом мероприятии томас попросил чтоб я вам рассказал о резекции холодной петлей рассказал о том как я удаляю сложные полипы как я работаю с фиброзами и как я останавливаю кровотечение при резекции ну во первых резекция холодно-петлевая резекция все уже прекрасно знакомы с тем как использовать использовать холодную петлю при удалении образований меньше одного сантиметра все так же просто как и при использовании горячей петли но холодная петля это гораздо более безопасный способ соответственно вот здесь показано как удалять образование размером меньше одного сантиметра но мне кажется сейчас происходит холодно-петлевая революция скажем так и все задаются вопросом А какие образования, до какого размера образования мы можем дойти, используя холодную петлю? Например, один сантиметр с зубчатыми полипами. Вот у этого пациента как раз-таки был обнаружен полип зубчатый, и такие полипы могут доходить размером до 30 мм. И сейчас у нас есть доказательства того, что можно использовать холодную петлю, а не горячую. Без электрокаватеризации можно удалять такие полипы. Можно использовать инъекцию. Я, кстати, большой сторонник этой инъекции. И если у вас эндоскоп высокого разрешения, то можно чётко определить границы, а это самый важный момент для успешного удаления холодной петлёй таких полипов. Соответственно, делайте подколку. Даже фиброзы подслизистые становятся видны при помощи подколки. Не надо делать никакую биопсию, потому что в результате они, наоборот, сдуются. Здесь у нас миниатюрный полип. Это по классификации американского общества. Мы здесь используем малую петлю. Она диаметром в треть от обычной петли. И используем только холодную петлю сначала и до конца. Горячую петлю вообще не используем. Если надо провести мягкую коагуляцию, то делаем это кончиком петли. И не приходится ничего клипировать. Ну, я не знаю, только в редких случаях происходит кровотечение артериальное. Но эпинефрин, я, кстати, использую эпинефрин в концентрации 1 к 20 тысячам. Некоторые делают концентрацию 1 к 40-50 тысячам. И тоже всё хорошо получается. В США проводится РКИ для того, чтобы сравнить эти разные методики. Пока не знаем, какой способ окажется более оптимальным для удаления аденом. Но холодно-петлевая резекция сейчас является оптимальным способом для удаления зубчатых полипов. Сейчас данные уже есть исчерпывающие, которые говорят в пользу использования холодной петли. Дальше доступ. Ну, во-первых, это обзор в ретроградный осмотр. Я вот тут схематично изобразил, что в правых отделах ободочной кишки надо осуществлять ретроградный осмотр для того, чтобы выявить образование как раз-таки за печёночным изгибом. И то же самое касается и в сегмовидном отделе. В левых отделах в нисходящей ободочной кишке очень много новообразований может скрываться за изгибами сегмовидной кишки и непосредственно перед выходом в прямую кишку. И когда вы в ретроградный осмотр осуществляете, они как раз-таки выявляются лучше всего. Вот это восходящий отдел ободочной кишки, ретроградный осмотр. Очень хорошо видна граница, да, вот здесь здоровая слизистая, а здесь уже идёт образование. И понятное дело, что здесь за один раз единым блоком всё не удалишь, но в ретросигмовидном отделе, если такие образования и есть, то они вообще не видны при прямом осмотре, только при ретроградном осмотре. Ну и баугиневая заслонка, да, можно использовать вот такие насадки, дистальные насадки, просто надеваете её, и я обычно оставляю 3-4 миллиметра от кончика самого эндоскопа. И вот когда вы осматриваете баугиневую заслонку или вообще, в принципе, купол слепой кишки, то такая насадка позволяет приблизиться к самой стенке. Вот посмотрите, пожалуйста, дистальный отдел баугиневой заслонки здесь виден, и мы уже подошли к самому иллюцикальному клапану. Дальше, вот это очень и очень показательное образование на баугиневой заслонке, и они становятся видны, если используется такая насадка. Дальше, если повторный осмотр делаете, то тоже рекомендую пользоваться такими насадками. Вот это образование, например, здесь в подвздошной кишке, рубец, ничего страшного. Но посмотрите, насколько нам помогает дистальная насадка. Мы можем просто в сторону отвести этот рубец и изучить слизистую и при необходимости удалить образование. Дальше, повреждения мышечной ткани. В основном речь идёт о повреждениях третьего типа, о чём говорил Майкл Бург. Четвёртого и пятого типа – это уже перфорации, это прободения. А вот повреждения можно выявить следующим образом – это подкрасить слизистую для того, чтобы чётко понимать, когда вы повредите мышечную ткань. Большинство таких повреждений происходит тогда, когда вы начинаете, что называется, жадничать. Поэтому я рекомендую использовать петли диаметром 15-20 мм максимум для проведения резекции. Вот, например, здесь, смотрите, две параллельные белые линии. Это как раз уже мышечная ткань, которая окружает подслизистую. И здесь уже повреждение идёт мышечной ткани. Надо закончить резекцию, а потом исправить эти повреждения, чтобы это не привело к отсроченной перфорации. Пациента переворачиваем и потом уже занимаемся этим повреждением. Если вы захватили слишком много петлёй, то я рекомендую, если вдруг мышечная ткань попала под петлю, я рекомендую открыть петлю и лучше повторно попытаться захватить, чтобы избежать риска повреждения мышечной ткани. Даже если повредили мышечную ткань, ничего страшного. Закончите эндоскопическую резекцию, но, конечно, тогда не надо слишком много инсуфлировать газом, чтобы не сильно растягивалась кишка. Вот, кстати, в поперечном отделе ободочной кишки произошло повреждение мышечной ткани. Чаще всего как раз происходит в поперечной кишке и в слепой кишке. Это, кстати, уже четвёртого типа, то есть перфорация, но не такая большая. Ну и редко-то, когда такое происходит. Если даже и происходит, я использую гемостатические клипсы. Можно использовать, конечно, вескоу, но иногда трудно потом найти перфорацию из-за спазма. Поэтому я рекомендую использовать гемостатические клипсы для закрытия таких перфораций. Ещё пару слов по поводу фиброзных образований. Сейчас мы сталкиваемся с такими случаями достаточно часто. Вот здесь видна рубцовая ткань с обеих сторон. И я предпочитаю работать при помощи той же насадки, которую я вам показывал, которая нужна для внимательного исследования баугиневой заслонки. Сначала используем петлю небольшого размера, накидываем её на фиброзную ткань. И дальше петлёй в насадку засасываем эту фиброзную ткань. И, кстати, прелесть этой насадки заключается в том, что обеспечится высокий уровень безопасности. Сотни раз использовал, только раз повредил мышечную ткань. И, собственно, эта насадка была несколько у нас адаптирована. В принципе, использовали такую насадку, которую использовали для резекции в двенадцатиперстной кишке. 3-4 мм у нас расстояние от насадки до кончика. Соответственно, можно использовать без проблем в ободочной кишке. И, опять же, рекомендую использовать небольшую петлю. Накидываете петлю, потом немножко всасываете в насадку ткань. Конечно, здесь надо попрактиковаться. Иногда проще использовать гибкую петлю. Я, кстати, иногда использую 11-мм насадку от Boston Scientific. Ну и, понятное дело, что если петля меньше, то и захватить слишком много вы не сможете ткани. Даже если и захватите мощную ткань, то не так много. Дальше, соответственно, используем кончик петли при необходимости. Ещё одно фиброзное образование. Врач, который нам направил этого пациента, несколько раз пытался его удалить, не получилось. 15-мм петлю максимум я здесь использую. Дальше в насадку петлёй подтягиваю ткань. И после этого ассистенту говорю, чтобы он очень медленно подтягивал ткань. Если почувствовали, что достаточно, то прекращайте давать аспирацию. Я использую электрокаутеризацию для того, чтобы обеспечить сухость всей зоны, чтобы потом можно было всё внимательно осмотреть. И не приходится два раза менять петлю. Если это не гранулированное плоское образование, с которым трудно работать и трудно петлю наложить, то можно использовать вот такую методику. Ещё раз, надо подойти к ткани как можно ближе. Если этого не сделать, то вы захватите здоровую ткань по границам. Поэтому как можно ближе подвести эндоскоп до того, как вы начнёте использовать петлю. Поэтому, ещё раз, вот эти два приёма очень полезны при проведении эндоскопической резекции. Можно, конечно, использовать полностенную резекцию, но с диссекцией могут возникнуть проблемы, если есть фиброз. Вот это остаточная ткань. И дальше используем либо STSC для работы с этой фиброзной тканью, либо APC. Здесь уже сами решайте, потому что не было никаких пока РКИ. Ну и вот, что касается борьбы с кровотечениями. Мягкая коагуляция используется в основном, в принципе, также работаем, как и при резекции обычной. Коагуляция проводится, рецидивов очень мало. Соответственно, используем метод мягкой коагуляции. С моей точки зрения, очень эффективный и хороший способ. В 99% случаев кровотечений он работает. Но для того, чтобы избежать таких случаев, можно использовать и пинефрин. Очень эффективный способ снижения артериальных кровотечений при выполнении резекции. Иногда кровотечения настолько массивные, что нельзя уже использовать кончик петли, поэтому можно использовать коагуляционные щипцы. И работаем по такому же принципу, как и при выполнении мягкой коагуляции. Во-первых, там будет и напряжение поменьше, и это уменьшит глубину повреждения ткани. И я считаю, что кончиком петли можно пользоваться только в режиме мягкой коагуляции. Хотите, можете использовать щипцы коагуляционные. Если их нет в наличии, то можно использовать и петлю. Но помните о том, что на щипцах есть еще и зубцы, поэтому там поаккуратнее надо действовать, чтобы не повредить ту же самую ткань, которую вы пытаетесь коагулировать. Соответственно, два инструмента. Кончик петли для мягкой коагуляции и коагуляционный зажим. Ну и, наконец, профилактическое использование клипсов. Если вы используете электро-каутеризацию, то можно использовать в профилактических целях клипсы. Некоторые дефекты слишком большие, их нельзя закрыть. Но вот смотрите, тут, например, 4-5 сантиметров, и вот это прободение удалось закрыть при помощи клипс. Собственно, я надеюсь, что мои рекомендации показались вам полезными. Холодно-петлевая резекция, чтобы не возникала проблема, это самый главный совет. Дальше разбираемся только с поражением мышечной ткани третьего типа. Я про фиброзные поражения рассказал и про то, как бороться с кровотечениями тоже рассказал. Большое спасибо, Тома, за то, что пригласили меня на это мероприятие. И вам спасибо. В завершение я хотела бы задать два вопроса, практически философски-риторических. Получается, что с одной стороны есть люди, говорят, что холодно-петлевая резекция – это новая горячая петлевая резекция, другая – противиться. Как вы думаете, куда мы движемся, в каком направлении? Ну, с холодно-петлевой резекцией, на самом деле, возможно, правы те, кто считают, что есть такие типы очаговых поражений, где именно эти петли особенно эффективны. Для более крупных это нам трудно сказать. И есть такие, которые совершенно невозможно точно срезать холодной петлей. Поэтому по-прежнему нам нужно еще набрать данных для того, чтобы понять, насколько далеко можно зайти с использованием холодных петлей. Я думаю, что уйдет достаточно время на это. И тут еще, понимаете, вопрос перфорации. Ведь очень многие пропадения, очень многие вынуждены вновь обращаться в больницу. Не то, чтобы концепция удаления резекции одним блоком не хороша. Она, конечно, замечательная. Но мне кажется, что так или иначе за холодной петлей в значительной степени в некоторых областях есть серьезное будущее. А по поводу езди, что вы скажете по поводу диссекции? Ну, знаете, удаление единым фрагментом – это очень мощная концепция. Но, по крайней мере, в США нам нужны специальные страховые коды для того, чтобы можно было оплатить процедуры значительно более длительные, чем время, которое было бы затрачено на диссекцию. Это способствовало бы развитию технологии. Тут еще важный момент, что помимо развития технологии самой диссекции, важно развивать технологии клипирования. И поскольку диссекция, извините, по-прежнему играет очень большую роль, я думаю, что в этом смысле она и останется достаточно важной. Замечательная мастерская презентация. Большое спасибо, что присоединились к нам в конце нашего мероприятия. Спасибо.